всем привет с вами канал mobile review эльдар мультазин подпишитесь на канал если вы еще этого не сделали обязательно подпишитесь на наш телеграм-канал mobile review ком потому что там все самое интересное в реальном режиме времени узнаем делимся обсуждаем весело иногда даже чересчур но одним словом подписывайтесь чтобы быть в курсе того что происходит на рынке это один из роликов посвященный рынку в целом тому что происходит и сейчас я хочу поговорить про очень узкий сегмент это серый рынок перепродавцы которые являются компаниями не являются компаниями это частные лица которые покупают где-то что-то и продают дефицитный товар сегодня слово дефицит она впервые звучит так вот прям громко потому что новые модели которые только-только выходят ну там iphone из я 2022 года например вы официально купить в россии не можете соответственно кажется что возникают возможности которые позволяют привести сюда эти аппараты и навариться но есть же какая-то аудитория которая готова что-то покупать я вам могу сказать сколько айфонов с е 2022 года есть точно на российских сетях сколько их привезли за этот месяц сколько их продано в россии вы не поверите вас поразит это число грубо говоря на 150 миллионов жители число чуть меньше но пусть будет 150 миллионов у нас активировано 65 iphone с е 2022 года за месяц таких низких показателей не было никогда в жизни и в общем-то серый рынок скорее скорее мертв чем же объяснение очень простое как формировался серый рынок за счет того что были гражданские перевозки летали постоянно туда-сюда ежедневно сотни самолетов сотни прямом смысле и стюарды команда просто пассажиры туристы могли перевозить собой в багаже то или иное количество электроники в том числе такой электроники как телефоны сегодня это практически невозможно да у нас есть рельсы в китай но в китае из китая смартфоны не везут сейчас из китая везут массово квадрокоптеры потому что квадрокоптер высокая цена огромный спрос дефицит ну то есть везут отовсюду откуда можно продажи на нашем клочке суши диджаевских продуктов выросли за это время в 9 раз в 9 это связано с ситуацией которая происходит на украине потому что диджаевские продукты используются и теми и другими для многих вещей там средства разведки и прочее прочее то есть здесь можно говорить что там днр лнр используют диджаевские продукты вооруженные силы украины используют диджаевские продукты ну то есть это все используется активно но мы говорим про смартфоны и про российский рынок и вот здесь нету такой тяги более того потребительский спрос угас во многом и поэтому мы сегодня говорим о том что спроса как такового нет здесь и сейчас и так как его нету зачем везти чтобы сидеть на этом аппарате и пытаться его долго и упорно продать да можно найти какого-то клиента но не везут если раньше везли сотнями штук сейчас даже десятками практически не везут это касается разных моделей разных аппаратов то есть именно спрос на рынке регулирует люди перешли в режим сбережения собственных средств и это крайне важно поэтому мы говорим о том что нет у нас сегодня такого большого серого рынка а вытекает это из отсутствия большого количества пассажиропотока между разными странами и от отсутствия спроса со стороны людей люди готовы предпочитают побыть со своими старыми устройствами электронными не покупать покупают только необходимый вот разбился телефон они идут покупают но не меняют его по-другому пожалуй на этом все про серый рынок я не думаю что он быстро восстановится в отличие от рынка электроники как такового то есть это не время для одиночек выживать можно но для этого нужно как минимум компании и более-менее постоянные поставки чтобы вы получали товар на этом все удачи хорошего настроения до новых встреч пока